суббота заловкины посиделки день очень интересный то есть в гости к молодым всегда шли родственники мужа причем их было достаточно много потому что все жили в основном деревнями еще чем-то и даже из других местностей приходили родственники мужа молодая невестка пекла блины угощала родичей и в этот день было очень важно проговорить все что связано с родом то есть вспоминали смешные забавные случаи вспоминали печальные истории связанные с родственниками из их то есть родословной полностью старались по родословные и в этот же день или исторические песни пели их много и долго так как на самом деле настоящая историческая песня она длится не меньше десяти минут это это минимум минимально 20 25 куплетов уже после этого нам нужно включить эту песню в программу я не знаю откуда ты ее возьмешь ну вот бери в следующий раз или ссылку давай либо вековой предполагаю запевают подпевают все разговаривают и в итоге все довольны наконец-то мы вдоволь попели попили поели посидели да кстати у славян очень широкая душа и все всегда пели и очень любили вот эти при плясочки обязательно обязательно плясали и плясали очень много считалось что если в масличную неделю потоптать каблуками пол задабриваешь домового и разгоняешь опять же тех духов которые мешают каким-то особенным делам в доме ну вот ты знаешь мне хочется возразить что это в противоречии с христианской традиции что домового быть по сути дела не может и других духов кроме ну собственно говоря самого главного так как христианство пришло чуть попозже на нашу землю то там уже немного скромнее стали праздновать и следовательно уже подтекст остался а как такового вот основы не осталось то есть непонятно почему да ну после концерта субботничного мы переходим воскресенье а вот воскресенье после того как мы начудили выпили закусили может быть кому-то в глаза чудили да может как будто в глаз заехали простите в субботу потому что там разные были варианты развития событий а вот воскресенье у нас прощенное то есть все родственники опять же с блинами там уже не важно кто печет блины все пекли блины и ходили друг другу просить прощения за какие-то вольно или невольно содеянные грехи и чем больше человек чувствовал свою вину тем больше блинов он нес противоположному человеку